Девушки отдыхают Спасатели приехали первыми, но сотрудники скорой тоже успели увидеть, в каком интересном положении находилась молодая женщина С нами девушка говорить категорически отказалась У скорой стояла подруга, возмутительница спокойствия и тоже заявляла, никто прыгать с моста не собирался Возможно, на молодую даму оказали воздействие объявленные с утра магнитные бури, усиленные дозой алкоголя В подробностях случившегося будут разбираться сотрудники полиции Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального СК завершено расследование двух уголовных дел 25-ти летней давности Двоим мужчинам вменяется статья за совершение убийства и вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступления А именно убийство совершенного группы лиц с целью скрыть другое преступление Следствием установлено, что не позднее 21 мая 1997 года обвиняемый, достоверно осведомленный о том, что его знакомый не достиг 18-летнего возраста Используя сложившиеся между ними приятельские отношения, пользуясь своим авторитетом перед несовершеннолетним Путем обещания получения последней материальной выгоды предложил ему участвовать в преступной группе И совместном совершении с ним кражи с незаконным проникновением в помещении магазина, расположенного в деревне Устье Калязинского района Тверской области Ночь на 22 мая 1997 года фигуранты, договорившись совершить кражу ценностей из магазина Выехали на машине несовершеннолетнего в населенный пункт, где подросток остался в машине, а мужчина с другим знакомым Проникли в указанное помещение через окно, похитили из магазина различную продукцию Похищенные в коробках и ящиках фигуранты сложили в прицеп автомашины, привезли в дом одного из них, в город Сергий, в посад и разделили между собой 31 июля 2000 года за совершение хищения имущества из магазина фигуранты были осуждены судом Тверской области Кроме того, в ходе предварительного следствия установлено, что 21 мая 1997 года фигурант 61 года рождения, совершая кражу из магазина в деревне Устье, заметил проходящего мимо мужчину Опасаясь прохожего как ненужного свидетеля, злоумышленник стал душить мужчину Когда тот потерял сознание, мужчина со своим несовершеннолетним подельником оттащили жертву в лесополосу Подростку было приказано убить прохожего отверткой Опасаясь своего старшего подельника, подросток выполнил его указание и нанес стержнем отвертки не менее трех ударов в область груди и одного удара в область головы потерпевшего Смерть мужчины наступила на месте происшествия Раскрытие данных преступления, совершенных в условиях неочевидности, представляло сложность в расследовании, связанную с давностью событий, отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных на первоначальном этапе расследования улик В 2021 году в рамках организации работы по раскрытию преступлений прошлых лет, руководством первого отдела по расследованию особо важных дел и отдела криминалистики, данное уголовное дело изучено, после чего предварительное следствие по нему было возобновлено В тесном взаимодействии с сотрудниками областного ОМВД России следователи установили причастных к совершению злодеяния, подозреваемых задержали, один из них стал активно давать показания В отношении несовершеннолетнего уголовное дело было выделено в отдельное производство Следствием собрана достаточная доказательственная база, по уголовным делам утверждены обвинительные заключения В ближайшее время уголовные дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу